Приветствую всех подписчиков и гостей канала Автоэлектрика Сергея Зайцева. Ко мне довольно часто поступают вопросы по поводу помогите подключить реле, не знаю какие контакты куда. Поэтому сегодняшнее видео будет посвящено тем реле, которые я применяю на практике. Это будет 4 реле, покажу расположение контактов, схему подключения реле и расскажу принципы их работы. Итак, сегодня в качестве образца я достал у себя из запасов 4 реле, которые я чаще всего применяю на практике. Хочу остановиться на каждом поподробнее, рассказать, чем они отличаются и для чего они вообще нужны. Чаще всего в автомобиле применяется вот такое автомобильное реле. Оно может быть как на 5 контактов, так и на 4 контакта. То есть вот этого среднего контакта может не быть. Это стандартные автомобильные реле, которые есть практически в каждом автомобиле. К нему в продаже вы можете увидеть вот такую ответную часть с проводами. Вот так все устанавливается. На проводах может быть, может не быть, вот такой вот диод. Диод нужен для гашения импульса самоиндукции, вырабатываемой обмоткой катушки реле. При подключении данного реле необходимо обращать внимание на расположение вот этого диода. Если вы вдруг неправильно подключите, то у вас реле не сработает, а диод сгорит. На данном реле, это фирмы Starline, здесь черным проводом обозначен минус, то есть на этот провод нужно подавать минус. На вот этот красный необходимо подавать плюсовой сигнал, но никоим образом не наоборот. Это реле имеет вот такие габариты и коммунтируемый ток контакт данного реле составляет 30-40 ампер. Это 40 ампер максимальный, то есть, скажем, рабочий будет максимальный 30 ампер. Все представленные реле рассчитаны на подключение к 12-вольтовой сети, то есть напряжение 12 вольт. Следующее реле имеет меньшие габариты, вот такие вот контакты, 5 контактов, такое же количество контактов. Выполняет практически те же функции, только ограничено током коммутации до 10 ампер, но и к этому реле нет ответной колодки, то есть оно рассчитано для впаивания куда-нибудь в плату, либо припаивания проводочков к реле. Эти два реле имеют одну группу переключающихся контактов. Следующее реле, которое я использую, вот такого плана. В роликах по установке секретных кнопок попадалось еще черного цвета, но назначение контактов, расположение все идентичное. Отличие вот этого реле от вот этого. В этом реле, как видим, контактов больше. Здесь две группы переключающихся контактов. В этом реле одна группа. И коммутируем и ток максимальный, на который рассчитана каждая группа 8 ампер. И последнее мое приобретение, это поляризованное реле. Оно также имеет две группы контактов, но в самом реле есть две катушки. Рассчитано также на 12 вольт и коммутируемый ток максимальный 2 ампера. Немножко позже остановлюсь на возможностях данного реле. Отличие от вот этих всех трех. Как мы заметили, реле отличаются габаритами и коммутируемым максимальным током. Три реле, в принципе, похожие по принципу действия, и одно из них отличается принципом действия. Хочу теперь схематически показать картинки расположения контактов в этих реле. Понятно, что они могут быть другие по форме, по размеру и расположение контактов может отличаться. Я вам предоставляю те варианты, которые использую я. Начнем с автомобильного реле. На самом реле его контакты подписаны. Это чаще всего бывает. Схематически также на самом реле все указано. Номер контакта, что обозначает. Здесь на рисунке я тоже все это отобразил. И вот картинка расположения контактов данного реле. Как мы видим, у него есть и нормально замкнутые контакты, и нормально разомкнутые контакты. При подаче питания на обмотку реле у нас замыкается контакт 87 и 30. Если питание на обмотку реле не подавать, тогда у нас будут замкнуты вот эти контакты 87А и 30. Питание на контакты 85 и 86 в принципе можно подавать без разницы на какой плюс, на какой минус. В том случае, если вы не используете колодку, в которой есть вот этот диод, тогда необходимо обращать внимание. В соответствии с маркировкой диода нужно будет определиться, на какой из контактов подать плюс, а на какой минус. В данном случае, в данном варианте плюс необходимо подать на контакт 86. Предлагаю рассмотреть вот это реле на 10 А. Его контакты и схематически я вот изобразил. Вот эти два контакта, это у нас обмотка реле. То есть вот они два. Здесь у нас никакого обратного диода нет, так как реле предусмотрено для впаивания в плату, либо при паивании проводов. То есть, если вы будете использовать какой-либо обратный диод, тогда в соответствии с расположением диода вы подключаете, подаете питание на обмотку реле. А так, если диод не используется, то разницы нет, на какой контакт подать плюс, на какой минус. И также во всех остальных реле. Здесь мы имеем опять-таки три контакта. Вот эти два у нас нормально замкнуты. То есть, если на обмотку реле не подавать напряжение, то вот эти два контакта остаются замкнутыми. Вот схематически я нарисовал, они замкнуты. Если подать на обмотку реле питание плюс и минус, тогда вот этот контакт соединиться вот с этим. Ну и цепь вот это замкнется. Это реле и вот это они, как мы видим, на одну группу контактов рассчитаны. Отличаются пропускным током. То есть, если это 30 А, то это максимум 10 А. Следующее реле на две группы контактов рассчитано. Скоммутируем током 8 А каждой группой. Также 12-вольтовая обмотка. На вот эти два контакта мы подаем плюс-минус. Если сюда ничего не подали, то у нас вот эти контакты замкнуты между собой. Если подали плюс на обмотку, тогда вот этот контакт перекидывается на вот этот контакт. Ну и симметрично с другой стороны также. Вот это реле чаще всего я использую для своих секретных кнопок. Ну и последнее реле, которое я начал использовать не так давно, это поляризованное реле на две группы контактов. Опять-таки есть нормальные замкнутые контакты. Немного маркировка отличается. Если у нас вот этот средний контакт здесь перекидывался либо на эту, либо на эту кнопку, то в этом реле у нас вот этот контакт перекидывается либо на этот контакт, либо на этот. В данном реле есть две катушечки. То есть, каждая на 12 вольт рассчитана. При подаче питания на одну из катушек, скажем, если на эту катушку мы подали плюс, сюда минус, реле может перебросить свои контакты. Ну, изначально они в каком-то определенном состоянии. То есть, все зависит от того, как оно пришло. Если мы сюда подали плюс, сюда минус, скажем, реле переключилось вот на вот эти контакты. То есть, вот этот замкнулся вот с этим. Ну, аналогично здесь же, этот замкнулся с этим. Если мы напряжение с этой катушки сняли и подали напряжение вот на эту катушку, в том же направлении, то есть, опять-таки, сюда же плюс, сюда минус, тогда у нас реле опять переключится. То есть, вот этот контакт замкнется уже с этим контактом. Ну, и аналогично здесь же. В данном реле импульс, то есть напряжение, можно подавать кратковременно. Вот это реле не требует удержания напряжения на обмотке. Если в этих трех реле необходимо, чтобы контакты вот эти удерживались всегда замкнутыми, то здесь необходимо, чтобы на обмотке всегда было напряжение. Как только оно пропадет, эти контакты разомкнутся. Здесь же совсем все по-другому. То есть, мы подали напряжение, контакты у нас замкнулись. Мы напряжение убрали, контакты остались в замкнутом состоянии. Чтобы их переключить в другое состояние, нужно либо на вторую обмотку в том же направлении подать напряжение. Или же, если мы вторую обмотку не используем, а пользуемся только одной обмоткой, тогда в обратном направлении, то есть, если мы заранее сюда плюс подавали, тут минус был. Если мы теперь подадим на эту же обмотку в обратном направлении питания, то есть, сюда плюс, тут минус, тогда у нас контакты снова переключатся. Еще раз обращаю внимание, что достаточно короткого импульса, то есть, нет необходимости удерживать питание на обмотках. Здесь же постоянно необходимо, чтобы на обмотке было приложено напряжение. Тогда контакты будут удерживаться в замкнутом состоянии. То есть, те нормально разомкнутые контакты, они замкнутся при подаче питания. По поводу обозначения реле на схемах. Чаще всего реле вот рисуется такой квадратик, две ножки, это подразумевается обмотка реле. То есть, внутри квадратика может стоять буква и с цифрой. Допустим, если в схеме их несколько этих реле, тогда они нумеруются цифрами там один, там два, три и так далее. Контакты реле также обозначаются. Если эти контакты относятся к обмотке реле К1, тогда это скажем К1-1. Если у реле есть две группы контактов, вот как в этом реле, вот это все одно реле, тогда это будут контакты К1-2. То есть, мы понимаем, что это реле К1, но это вторая группа контактов данного реле. Эта нумерация с цифрами указана для автомобильного реле пятиконтактного. Я говорил, что они еще бывают четырехконтактные. То есть, обозначение катушки 85, 86 номер и обозначение контактов 30 и 87. На вот этих трех релюшках, к сожалению, нет никакой маркировки. Я чисто мультиметром прозванивал, какие контакты с какими замыкаются, какие замкнутые, какие замыкаются при подаче напряжения. Один раз достаточно было прозвонить, чтобы для себя запомнить и отложить в памяти. По поводу применения реле, допустим, если вы хотите подключить клаксон в автомобиле. Как правило, клаксон управляется чаще всего минусом, в некоторых машинах плюсом. Схема отличаться будет, подключение. Допустим, у вас с руля выходит минусовой сигнал. То есть, рисуем, скажем, вот это ваш руль, он сидит на минусе. Здесь с него выходит кнопочка, бибикалка, которую вы нажимаете. Если нам необходимо использовать вот это автомобильное реле, и у нас есть, скажем, обратный диод, на это мы обращаем внимание, у нас сейчас этот диод подключен вот таким образом, то мы подключаем обмотку реле вот так вот. Это у нас будет 85 контакт, это у нас будет плюс 12 вольт. Здесь у нас имеется этот диод, это 86 контакт. А дальше у нас идет контактная группа, 87 контакт и 30. С 30 контакта у нас идет на наш клаксон, вот таким образом. Еще раз по схеме пробежусь. Имеем постоянный плюс 12 вольт, которые подключаем контакту 86 обмотки реле к контакту 87. То есть, грубо говоря, вот эти два провода объединяем и подключаем к плюсу. 85 контакт у нас идет к кнопке, которая находится на руле. То есть, на руле у нас имеется минус. И мы, когда нажимаем на кнопку, этот минус, вот эта кнопка, мы ее нажимаем, этот минус с руля попадает на обмотку реле. Здесь у нас было плюс подключен к реле, сюда попал минус. Реле сработало, контакты 87 и 30 замкнулись и сигнал начал гудеть. У клаксона есть, чаще всего встречается клаксон с одним проводом. То есть, один контакт на клаксоне есть, а второго контакта нет, сам корпус клаксона является минусом. Поэтому мы корпус клаксона прикручиваем к кузову автомобиля и на единственный его контакт подаем, подключаем провод с контакта реле под номером 30. Я нарисовал применение, одно из применений вот этого автомобильного реле. Зачастую это реле применяется еще для блокировки двигателя. Чаще всего используются нормально замкнутые контакты, то есть 30 и 87А контакт. У сигнализации, как правило, с блока сигнализации выходит проводок с минусовым управлением. Если мы хотим заблокировать какую-либо цепь, допустим, у нас опять-таки имеется вот этот диод, мы 86 контакт подключаем к проводу зажигания, а вот этот провод мы подключаем к блоку сигнализации, к выходу, который называется блокировка. То есть, на этом выходе при постановке сигнализации в охрану появляется минус. Имеются три контакта, мы используем 87А и 30, нормально замкнутую блокировку. То есть, как только мы поставили в охрану, на этом проводе у нас появился минус. Зажигание у нас выключено, то есть реле не включено. Наши контакты 87А и 30 замкнуты, то есть цепь у нас соединена. Провод, скажем, датчика коленвала, допустим. Мы его тут разрываем. Как только мы включаем зажигание и сигнализация находится в охране, у нас включается реле и вот эти контакты у нас размыкаются. То есть, если мы в дальнейшем прокручиваем стартером, то есть крутим, пытаемся завести, контакты у нас разомкнуты, сигнал с датчика коленвала у нас никуда не попадает. Соответственно, двигатель, компьютер-двигатель не видит прокрутки, то есть, оборотов двигателя и, соответственно, нет никакого управления. То есть, на форсунке сигнал не подается, на катушке зажигания сигнал не подается, то есть, машина не заводится. Для того, чтобы машину завести, необходимо сигнализацию снять с охраны, чтобы на этом проводе пропал этот минус и тогда машина может завестись. При таком подключении данное реле ничего не потребляет, пока не включено будет зажигание. Предлагаю рассмотреть реле, реле с двумя группами контактов. Я их довольно-таки часто применяю в своих секретных кнопках. Кто еще не смотрел видео по установке секретных кнопок, то предлагаю посмотреть на моем канале, их там уже несколько штук есть. Это же реле предусматривается для впаивания в какую-либо плату или же я в своих самоделках припаиваю к нему проводочки. Контакты первоначально загибаю, чтобы они сильно не торчали, чтобы можно было их в дальнейшем заизолировать и они нигде не продыряли изолятор и не замкнули куда-либо на корпус. Схематические расположения контактов реле изображено на рисунке. Здесь две группы контактов. Если рассматривать применение вот такого реле, то таких реле понадобится два. Разница только в потреблении электрического тока. Допустим, если эта обмотка потребляет 100 мА, грубо, я сейчас не говорю в точных цифрах. Две обмотки будут 200 мА, а у этого реле, скажем, одно потребляет 100 мА. Если у вас есть доп-канал какой-то в сигнализации, у него, понятное дело, выходная мощность ограничена. То есть он может максимально 250 мА и все. Если вы навешите на него больше потребляемого электричества, тогда этот канал просто выгорит и работать в дальнейшем не будет. Поэтому целесообразнее использовать реле с меньшим потреблением электрического тока. Я, грубо говоря, одним реле добиваюсь реализации нужной схемы, вместо применения двух реле. Как вы заметили, в основном все схемы секреток основаны на использовании реле с самоподхватом. То есть о чем я говорю. Имеется реле, который необходимо включить, но включаем мы, как правило, его какой-либо там дополнительной кнопкой, которая в движении, скажем, может быть выключена. Ну, чтобы у нас на ходу автомобиль не заглушился, не создали мы аварийную ситуацию, то нам необходимо как-то это дело продублировать, чтобы при выключении той кнопки, которую мы там поставили, у нас автомобиль не заглох. Для этого я использую одну из контактных групп данного реле для самоподхвата. То есть, чтобы это реле не выключилось при выключении кнопки. Схематически выглядит это так. Скажем, у нас есть провод зажигания. К этому проводу мы ставим там микро кнопочку, то, что придумал. Эта кнопочка у нас включает реле. Тут второй контакт подключен к массе. Данное реле что-то там блокирует. Пошло на блокировку. Независимая блокировка, сухие контакты, то есть ни к чему не подключены. Вот используется одна из контактных групп вот этого реле. То есть, мы кнопку нажали, реле включилось, контакты замкнули, блокировки нет. Но чтобы движение, скажем, если мы эту кнопку выключили, у нас все, опять-таки, назад не заблокировалось, нам необходимо использовать вторую группу контактов, которая будет подхватывать само реле. Мы кнопочку надавили, плюс попал на реле. Реле замкнуло вот эти контакты. Это одна из групп. И замкнуло вторые контакты. Это вторая из групп. Если мы кнопочку пустили, реле у нас осталось замкнуто. И все продолжает работать. И только если мы выключили зажигание, у нас все вернулось в исходное состояние. То есть, все опять разомкнулось и все снова заблокировано. Вот здесь я бы еще рекомендовал поставить диод. Вот в таком направлении. Устанавливается на всякий случай. Допустим, я его тоже не всегда устанавливаю, но многое зависит от того, какую цепь вы блокируете. То есть, насколько она у вас энергоемкая. Скажем, если вы берете провод зажигания прямо с замка зажигания, его перекусываете и подключаете туда, устанавливаете реле, то там, в принципе, ток коммутируемый достаточно большой может быть. И если этот диод не поставить, то можно сказать, что весь ток будет протекать у вас через вот этот микрик, который вы тут поставили, кнопочку, до момента включения реле. Но скажем, реле может по каким-либо причинам не включится, может и вообще выйти из строя. И вы кнопочку нажимаете, весь электрический ток идет у вас через кнопку и в результате кнопка выгорает. Чтобы этого не происходило, здесь ставится диод, который не будет давать сгореть вот этой кнопке. Вы кнопку надавили, у вас потек ток чисто на реле, реле замкнуло контакты, подхватило само себя, ну и здесь что-то разблокировало. То есть, вот эта блокировка может быть висеть на вот этом же проводе, физически. Если этого диода не будет, то вот этот ток может потекти вот так. А так мы его ограничиваем. То есть, у нас только ограничивается потреблением вот этого реле. И последнее реле, я вам говорил, это поляризованное реле на две группы контактов. Я недавно начал пользоваться, купил их не так давно и начал применять опять-таки в своих схемах. То есть, можно найти большое применение данному реле. Данное реле рассчитано на небольшой коммутируемый ток. То есть, если вы собираетесь блокировать какую-либо цепь, энергоемку, то для этого необходимо будет применить еще дополнительное реле. То есть, то ли это автомобильное, то ли какое еще, но тут уже все зависит от того, какую цепь вы блокируете. То есть, если там катушка зажигания или форсунки, то лучше, конечно, использовать большое автомобильное реле. Здесь, скажем, есть две группы контактов. То есть, вы их можете запараллелить и использовать эти обе группы для коммутации, то есть, для блокировки-разблокировки. Не обязательно одну группу использовать для самоподхвата. То есть, в этом реле этого делать не нужно. Вот такое отличие данного реле от вот этих трех реле. Сегодня я постарался вас ознакомить с работой реле, с назначением их контактов. Как вы заметили, в автомобиле можно реле применить во множестве случаев. То есть, для включения того же клаксона, подключения противотуманок, ну и разных других опций, где необходимо коммутировать какой-либо электрический ток. То есть, чтобы, скажем, кнопку включения можно было поставить не силовую, а какую-нибудь там миниатюрную или, скажем, у нее контакты не рассчитаны для коммутации больших электрических токов, то для этих целей применяются электрические реле. Кого заинтересовали данные реле, которые я применяю, ссылочки оставлю в описании к видео. Вот эти три малогабаритных реле можно купить на сайте Алиэкспресс. Два из них, это точно, я там покупал. Вот это реле на две группы контактов покупал на радиоринке в Киеве. Поляризованного реле достаточно долго не мог купить здесь у нас. То есть, на радиоринке я сколько ни спрашивал, не мог найти. Нашел вот это реле на сайте Алиэкспресс. Первый раз заказал там пять штук для пробы. Теперь в результате я их покупаю уже десятками. Отказов пока в работе вот этих всех реле не было. То есть, я их уже устанавливаю несколько лет, с поляризованными буквально месяца два работаю. Гарантийных случаев как бы нет, все пока работает. Надеюсь, и в дальнейшем себя будут показывать только с хорошей стороны. Ну что, на сегодня буду закругляться. Надеюсь, для вас информация была полезной. У кого остались какие-либо вопросы, пишите в комментариях, я на них буду стараться отвечать. Кому понравилось данное видео, ставьте палец вверх. Кто не успел подписаться, подписывайтесь. Ну а я и дальше буду стараться снимать для вас интересные и полезные видео. На сегодня все. Пока. До новых встреч.